Здравствуйте, друзья! Сегодня мы напишем с вами очень красивую картину «Осень в старом парке». И для начала мы загрунтуем лист белой куашью. Представим, что вот здесь, в центре листа, у нас будет самое-самое светлое место. И нам нужно сейчас поставить вот такие четыре точки. И от них проведем линии по диагонали вверх и по диагонали вниз. И закрасим их черным цветом. Теперь вот нам сверху нужно будет показать много-много точек. Сверху у нас будет много листвы. И мы берем охру и любую кисть, которая вам нравится. И просто вот так притюкивая, мы с вами показываем листву. Старайтесь оставлять просветы между мазками. И можно немного заходить на черный цвет. Пока у нас охрочка просыхает, мы с вами будем прописывать деревья. К черному цвету через расстояние добавляем коричневых мазков. С одной и с другой стороны. И теперь еще добавим охрочки. К коричневому цвету добавим охры. Разбавим этот цвет. Также с одной и с другой стороны. И с помощью белил мы покажем свет между стволами деревьев. Теперь возьмем тонкую кисточку и черную гуашку. И скручивая кисть, мы покажем фактурку дерева, крону дерева. Ставим кисть и скручиваем ее в руках. И у нас получается такой волнистый мазочек. Тонкая кисточка Мы сверху по листве пройдемся линиями и покажем веточки. Тоненькие веточки наметим. Просто рисуйте линии в разных направлениях. Как вам нравится. Кисточку вытираем. Набираем другой цвет, желтый, который у вас есть. И также притюкивая кисть, по цвету охры проходимся. И добавляем еще других золотых оттенков. Можно использовать все желтые оттенки, которые у вас есть. Не забывайте оставлять просветы между мазками для освещения. И теперь взяла еще цвет посветлее и тоже так же добавила желтых оттенков. То есть сейчас у меня здесь охра, темно-желтый, светло-желтый. В нижней части аллеи поставлю коричневые точки, добавлю охры и два оттенка желтого. Возьму малярную кисть и просто разотру все вот эти вот точки, которые у меня есть. И покажу, что это у меня будет листва. Опавшая листва на дороге, на аллее в старом парке. И теперь вернусь к листве. Взяла белилки. И открытым цветом белым прохожусь снова по листве, показывающим более яркое освещение. И снова тоненькой кисточкой подрисовываю ветви. Ветви ведем также в разных направлениях. Они могут идти вверх, вниз, пересекаться между собой. И еще дополню стволы деревьев тоже тонкими линиями. Где-то скрученные будут, где-то прямые. И теперь буду показывать опавшую листву в нашей аллее. Использую охру коричневый и два оттенка желтого. Один темный, другой светлый. И добавлю белилочек. И в аллее дорисую лавочки. Они будут очень простые. Рисую их черным цветом. Первая лавочка, затем следующая, которая будет уходить от нас вдаль. И она, конечно же, будет меньше. По цвету мы их тоже сильно не прорисовываем. Обычная силуэтная форма. Вдали лавочка станет совсем-совсем маленькой. Вот наша с вами картина готова. Осень в старом парке. Ставим свою подпись. И любуемся красивой картиной еще в нашей коллекции. Продолжение следует... Продолжение следует...